Дороги опустили, понимаете, дороги опустили, таможни опустили, совсем опустили. Ну вот, прошлое воскресенье я планировал, ну да по плану, давно это было, уже, наверное, полгода назад, у нас была договоренность, ну, старые друзья, мы решили собраться в Москве, поездка была отменена. Почему отменена? А транспорт отменили. Транспорт отменили, и поездку пришлось отложить. Хотя, так сказать, мы не привыкли к этому, потому что всегда могли путешествовать. Этот стих, который я прочитал, вот «Дороги опустили», это книга Исаия, 33 глава, здесь 8 стих. Конечно, найти анализ какой-то, вот чтобы 100% соответствовало, конечно, это, наверное, невозможно, потому что каждая ситуация имеет какие-то новые составные части, какие-то нюансы, вот. Хотя, значит, в общем-то, вот это происходит. Вот этот стих, который я прочитал, это относится ко времени суда Божия над Вавилоном. Я еще прочитаю из книги Исаия, 13 глава. Я буду читать выборочно с первого стиха. Пророчество Вавилоне, которое изрек Исаия, пророк, сын Амосов. Поднимите знамя на открытой горе, возвысите голос, махните рукою, чтобы шли в вората властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего, сильных моих, торжествующих величии моем. «Рядайте», это шестой стих, «Ибо день Господа близок идет, как разрушительная сила от всемогущего. Оттого руки всех опустили, сердце каждого человека растаяло, ужаснули, судороги и боли схватили, мучаются, как рождающие, с изумлением смотрят друг на друга, лица всех разгорелись». Это тоже вот этот шестой и седьмой стих о ситуации. Мы об этом можем, знаете, ну, если мы посмотрим события, где-то происходят, так скажем, в Италии, Испании, в Америке уже, в Америке, штат Нью-Йорк. Вот это действительно, когда, ну, приходилось прочитать одного свидетельства одного итальянского врача, вот, и, в общем-то, и другие свидетельства, то точно вот и у специалистов руки опустились, сердце у каждого человека растаяло, ужаснулись. Обычно мы, как не специалисты, нам проще, легче. Или мы, может, как-то поверхностно смотрим, а для специалистов, ну, намного сложнее, труднее, скорбнее. И что же это такое? Вот девятый стих дает ответ. Исайя 13, 9. «Вот приходит день Господень, лютый, с гневом, с пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников». Понимаете, вот обычно об этом, ну, с одной стороны, мы, наверное, много раз читали, повторяли подобные фразы, говорили подобные фразы, но никогда это не воспринимали реально, что это может быть, что это будет. Или воспринимали, ну, когда-то очень, ну, будет когда-то, ну, будет когда-то, ну, будет когда-то. А я хочу сказать, вот я лично отношусь, что вот сегодня вот это Слово Божие, оно в действии. «Пришел день Господень, лютый, с гневом, яростью, истребить грешников земли». И какое спасение? Можно сказать, никакого спасения. Спасение только одно – покаяться и не быть грешником. Другого спасения нет. Вот это Слово Божие, я думаю, что оно сбывается. Я не прочитал никакого места из-за апокалипсиса, потому что, ну, скажем, прошлое воскресенье, когда я говорил, я касался, в Откровении есть подобное событие, это книга Откровения, 9 глава, 9 глава, и там описана пятая труба, там эпидемия болезни, и люди будут искать болезни в течение примерно пяти месяцев или полгода, вот. И шестая труба, когда отойдет вечность, одна третья часть людей. И там указано, наверное, было год, год, месяц и даже час. Недавно, размышляя или слушая разные свидетели, размышляя с братьем, один из братьев мне говорит, «А я на днях сделал молитву, молитву о себе, о жене, о детях, чтобы Бог сохранил, чтобы я и жена и дети не оказались в числе вот этих умершленных». Я задумался, вот правильно это или нет. В большинстве случаев мы относимся более поверхностно, что это когда-то, где-то и так далее. Я не хочу сказать, что сейчас это происходит. Я больше сторонник, что сейчас это не происходит, действие пятой трубы. Ну, у меня есть свое понимание апокалипсиса, и в этой системе, ну, есть в апокалипсисе определенная последовательность, и эта последовательность не наступила. Но в то же время, вот, а день Господень, который, вот, я прочитал, ведь это то, что говорит пророк, и то, что, можно сказать, было, и Бог воззывает прошедшее, прошедшее. И вот сейчас именно вот это происходит. Бог истребляет грешников с земли. И при множестве-множестве информации, так сказать, и при множестве, что весь мир только об этом говорит, все новости только об этом, все, ну, как говорится, и так лично, и вся жизнь поменялась, подчинена одному событию, только одному событию этому. Но спасение людям не дается, потому что спасение только в одном единственном – покаянии. Единственное в покаянии. И без покаяния, вот как мы здесь считаем, истребить грешников с земли. Все сейчас мудрость человечества, сила, экономика, наука, медицина – все поставлены на одно. Как? Чтобы превозмочь Бога, чтобы доказать, так сказать, мы все равно сохраним, защитим, спасем. Понимаете? По сути дела, это соревнования с Богом. Это кто кого переспорит. А на самом деле необходимо с Богом одно – сотрудничать. И только сотрудничать. И сотрудничать, и дальше мы будем рассмышлять о самих себе, как сотрудничать. И сотрудничать, знаете, если мы кому-то хотим что-то помочь, как-то помочь. О чем нужно говорить? Говорить нужно об одном. Вот точно проповедь, как Иона. Как Иона проповедовал? Сорок дней, и Неневия будет разрушена. И никакого спасения. И никакого спасения. Понимаете, что? Единственное, трудно это говорить или нет? Это трудно. Это очень тяжело, трудно. Иону могли объявить и террористов, и, как вам сказать, которые нарушают спокойствие, мир, благополучие, нарушают спокойствие, спокойную жизнь и так далее. Но вот в то время обратил внимание, так сказать, по всей видимости, в Неневии, я думаю, что было определенное, ой, это, да, в Неневии Иона проповедовал, там было еврейское где-то, наверное, ну, прослойка, миграция, и восприняли, и, по всей видимости, и как-то, возможно, и царю рассказали, может быть, и через еврейскую диаспору. И вот он принял это. Дай Бог, чтобы, знаете, что и в нашей стране, и в других странах, но и политические вожди, и религиозные, вот восприняли и объявляли такой же, скажем, дни молитвы, дни поста, разные молитвенные программы, разные-разные, о чем, чтобы Бог помог и чтобы Бог спас. Но мы всегда людям должны одно говорить, вот Бог сегодня это сделал, и то ли это, естественно, произошло, то ли это кто-то, мы прочитаем, что это вирус искусственный, выведенный человеком, а какая разница, так или иначе, но он сейчас действует и осуществляет, и Бог это попустил, разрешил, и вот, как я сказал, по пророчеству, чтобы истребить грешников земли. И каждому человеку надо это говорить, надо это говорить, что покайся иначе, вот что будет, вот что будет, так сказать, и это происходит. И знаете, что, ну, допустим, я за эту неделю два случая слышал, слышал, ну, допустим, даже один случай нас в Беларуси, вот самый молодой человек или самый малый возраст, когда человек заболел, заболел инфекцией коронавируса. Какой? Обычно, с одной стороны, информация, что это болезнь пожилых, пожилых, пожилых. Даже у нас самый молодой человек, ребенок три года, и у него диагноз. Понимаете? И такой вот диагноз. Понимаете? И, может быть, а, скажем, слушая, что происходит в Италии, я так могу сказать, ну, летальный исход у ослабевших людей, просто ослабевших, неважно, какой возраст. А ослабленные люди любого могут быть возраста, или люди, в которых есть какие-то сопутствующие еще болезни, через эту сопутствующую болезнь, ну, человек ослаблен. То есть это не то, что выборочно, только на пожилых. А, в первую очередь, это всегда при любой, даже при гриппе обычном, даже при любом бедствии, при любом бедствии. Ну, ослабленные люди подвергаются, в первую очередь, так сказать, не хватает силы выносливости. И другой случай, кажется, я слышал, читал его, знаете, свидетельство тоже одного врача, он из своей практики говорит, что с одной стороны вылечил человека и выписался здоровый от коронавируса, где-то человек 79 лет, и выписали из больницы. И в то же время, одновременно, в то же время, летальный исход у человека в 19 лет. И он там пишет, что, так сказать, вопрос не в количестве лет, а в выносливости, или, так сказать, иммунитете, или в общем. А я хочу сказать, что, знаете, ну, как Бог дал, как Бог благословил. Иммунитет и благословение Божие может быть, знаете, и одно и то же самое. Конечно, не совсем одно и то же самое, но сильно влияет. Вот. Поэтому я еще прочитаю два места священного писания, просто это может быть больше для нашего самостоятельного прочтения и размышления. Пророка Сафония 1.2 написано, «Все истреблю с лица земли», говорит Господь. Это тоже пророчество. И думаю, что оно сегодня действует. Пророка Захария 5.3 «И там ангел сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли, ибо всякий, кто крадет, будет истреблен», как написано на одной стороне, «и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет», как написано на другой стороне. Вот это тоже, можно сказать, подходит, а именно, кто крадет и кто ложно клянется Богом, или можно даже сказать, просто ложно живет, вот будет истреблен. И остановить может единственно Бог и только Бог. Может быть, еще для анализа, или чтобы мы понимали совпадение, я прочитаю Исаия 13 глава 14 стиха. «Тогда каждый, как преследуемая серна, как покинутые овцы, обратятся к народу своему, и каждый побежит в землю свою». Мы в эти дни видим и наши соотечественники, белорусы, и кто-то убегает, возвращается. И наши же соседи, мы видим, ну, скажем, я сюжет посмотрел, как россияне уезжают быстрее с Украины, и как украинцы с Москвы уезжают. И вот последний поезд, и кто не успел, и вот, ну, правительство одно и другое и не обещает никакой помощи. Правительство не обещает никакой помощи. И должны понимать, допустим, кажется, на пятницу, не, на четверг, в Соединенных Штатах Америки зарегистрировано, кто подал заявление на помощь о безработице. 3 миллиона 200 тысяч. Это подарили заявление о безработице. Могут же подать заявление только граждане, которые, ну, так сказать, но никто, кто не граждане, не могут подать. Вот столько безработных. безработных. Хотя это страна с самой сильной экономикой и самой, ну, выносливой экономически. Нам-то с этой страной не тягаться. Понимаете, это может там соревноваться, может быть, и то, скажем, Израиль, Япония, Германия, может быть, даже немножко Россия. То есть, знаете что, вот здесь вот точно будет происходить дальше. Какая дальше беда? Ведь если своих граждане безработица, то все наемные рабочие из других, так сказать, они же никому не нужны. Никому, никому не нужны. И здесь написано, тогда каждый, как преследуемая серна, как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в землю свою, но кто попадется, будет пронзен, и кого схватят, тот попадет, падет от меча. Вот на одном молитвенном размышлении мы молились, молились за Италию, Испанию, там, братья. И еще я хочу прочитать из Исаии 13 глава, 19 стих. И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет неспровержен Богом, как Содом и Гамора. Вот Содом и Гамора, и нельзя было остановить, и нельзя было с этого спастись. Вот равнозначно, лично я считаю, вот идет коронавирус, чтобы истребить грешников, и сила, понимаете, вот как, вот нельзя было ничем остановить, спастись, и как-то спрятаться вот Содом и Гамора. Это одинаково. И знаете, что хочу сказать? Есть еще выражение в Священном Писании по всему лицу земли, по всему лицу земли. Вот на сегодняшний день, ну, скажем, уже, чтобы вот, я слышал цифру такую, примерно, наверное, 178 государств. Ну, то есть, это все фактически. Хотя где-то вон, там 240, 250 государств, но это уже такие есть маленькие государства, знаете, чуть ли не наподобие, как Донецкая и Луганская республика. Но они еще не стали государством, но есть такие государства. А так, на самом, всех государств, вот, там, 170, 160. И вот, идет это по всему лицу земли. Есть и раньше, вот каких-то бедствий. Ну, можно было где-то спрятаться, найтись. Понимаете? А сейчас нету и не будет. И дай Бог нам мудрости. Знаете, как вам сказать? Ну, уже мы не первые. Есть. Где у кого учиться, заимствовать и смотреть, и перенимать какой-то опыт. И перенимать какую-то, так сказать, ну, искать Божие, может быть, мудрости и совета. Я сейчас хочу поразмышлять, вот что делать. Что делать? И, наверное, первое, что я хочу, значит, поставить на первое место. Я прочитаю из Исаии 33 главе 14 стих. Устрашитесь, грешники, на Сеоне. Трепет овладеет нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Вот здесь сказано устрашитесь, грешники, на Сеоне. Сеон – это олицетворение, ну, скажем, израильского народа, их столица. И вот для израильского народа, для ветхозаветнего Божьего народа, значит, Слово Божие говорит, устрашитесь, грешники из Божьего народа, чтобы трепет овладел. Кто из нас может быть при огне пожирающем? Огонь пожирающий – это Бог. И Бог назван огонь пожирающий. И вот при огне, при Боге, кто может жить? И дальше написано «Тот, кто ходит правде и говорит истину». То есть при огне пожирающем может жить, кто ходит правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения и удерживает руки от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитие и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах убежища его неприступные скалы. Хлеб будет ему дан, и вода у него не иссякнет. Хлеб и вода – это обетования наверное такие от безработицы, от безденежья, от голода, от недостатки продуктов или может быть еще каких-то таких потрясений. Понимаете? Хлеб и вода, то есть будут даны для жизни. А дальше, ну, по сути дела, здесь перечислено все шесть качеств. И дай Бог силы каждому из нас и в общем собрании, и наедине дома по этим вот, по этим пунктам размышлять и молиться, что, Господи, хожу я в правде или нет? В правде. В правде Божией, правде человеческой. И осознавать, проверять, молиться, исповедоваться, каяться, так сказать, и просить Божьей помощи. Отдай, Господи, силы. Дай силы. Смотрите, для чего? Чтобы жить при огне пожирающем, жить при вирусе. И жить, и остался жить. И это для себя, и для детей. И вот первое, ходить в правде. Второе, говорить истину. Говорить истину. Ну, мы привыкли сегодня, наверное, такая мудрость, где-то умалчивать, где-то так, полуистину, или сказать что-то, умалчивать. Но вот здесь говорить истину. То есть, говорить истину, чтобы всегда была истина. Знаете, это связано с Богом, связано с библейскими истинами. Вот в таких вопросах вот. Презирает користь. Это третье. Отвергает користь. Отвергает выгоду. Отвергает. Противостоит. Понимаете? Но с этим сложно бороться. Потому что в мыслях, планах всегда мы можем где-то какую-то користь. Користь материальную, користь эмоциональную, користь, может быть, ну такую, иметь от какого-то человека большее уважение, больше авторитет, большую какую-то власть, так сказать, или користь, скажем так, политическую. Хотя мы все здесь ну не политики, никаких, и никакую карьеру не делаем. А вот тоже в Роме, может быть. Так вот, Священное Писание презирает, чтобы отвергли користь. Ну и четвертое. без взяток. То есть все вопросы решать не через подарки. То есть, с одной стороны, не любить подарки и не принимать, и не реагировать, чтобы через подарки ну что-то делать кому-то, так сказать, ввиду подарка. Ну и с другой стороны, наверное, и самим какие-то вопросы решать тоже без подарков. Но здесь, значит, вот, ну скажем так, без взяток. Ну и два, наверное, здесь еще условия, которым нам, наверное, трудно как-то понять. А именно, это я прочитаю еще раз, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Ну, это, наверное, знаете, чтобы мы не любили такие вот, не жили новостями, бедствиями и всяким злом. и, знаете, мы привыкаем к этому, это нравится и любим это, и новости, и, может быть, потом, знаете, особенно, вот, потом молодежь. Вот, знаете, вот фильмы начинают дети любить, только какие? Такие остросюжетные, где очень много крови и очень много зла. Привыкли. А нормальным, спокойным, жизненным таким вот фильмом молодежь не привыкла, скучно, неинтересно. И это развилось, это развилось. Начинает это развиваться с новостей, и мы в это входим. И этим, знаете, как, мы не любим и нету интереса размышлять о Боге, о Его качествах, о проявлении Божьих качеств самих себе. И как-то и этим жить, и об этом думать, об этом беспокоиться. Вот где-то вот тут вот, мне даже трудно это истолковать, понимаете, что, но это вот поставлены вот шесть качеств. Вот я хочу сказать, вот Божья защита, Божья охрана, Бог гарант. Это, ну, одно условие, скажем, вот. второе, что я хочу сказать, я прочитаю Исайя, 33 глава, но 5 стих и 6. Высок Господь живущих вышних, Он наполняет Сион судом и правдою, и настанет безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости, ведения, и страх Господень будет сокровищем. Вот страх Господень это тоже наше сокровище, наше богатство. Обычно мы как привыкли, что такое богатство? Ну, до сего времени всегда мы думали богатство, если я, у нас есть какая-нибудь иностранная валюта, там доллары или евро, это наше богатство. А дальше есть оно и будет оно. А кто его знает? Когда-нибудь не будет его, точно когда-нибудь не будет. А может и на наших глазах. Даже не у наших детей. А что, богатство? А мы всегда хотим иметь богатство, как какой-то гарант, какой-то защитник, какой-то, ну, на черный день что-то. Понимаете? Это нормально и правильно. Так вот, на черный день, на трудные времена, на тяжелые времена, и времена к болезни, вот гарант или сокровище, страх Господень. И дай Бог силы сегодня вот запасаться им. А как им запасаться? А пробовали запасаться? Ну, наверное, знаете, как чтение Слова Божия, размышления над Числом Божиим, молитва, пост. Господи, богатись страхом Господним. Общение с людьми, которые имеют страх Господень. Хотя вопрос, а где таких найти? А где таких найти? Ну, дай Бог где-то находить. И, знаешь, и те люди, которые имеют страх Господень, общаясь с ними, мы будем запасаться. Ну, вот сокровище в эти трудные времена иметь страх Господень. Страх Господень будет начинаться всегда, знаете, это что? Ну, осознание или такой навык, что Бог производит суд и будет производить суд. И вот это, ну, знаете, как вот, допустим, я не знаю, вот дети, одному скажешь ребенку без повышения голоса и слушается, а другой не слушается. Вот что-то и у нас есть такое. Вот такое есть, что прочитали Слово Божие и кто-то из нас слушается, а кто-то из нас совершенно равнодушный. Так вот, страх Господень, когда мы вот слушаемся этого Слова Божия. Вот оно производит. И дай Бог сегодня, пока у нас, ну, так скажем, тихая, спокойная, мирная жизнь, запасаться. То есть, я сказал, первый пункт, так сказать, первый пункт шесть условий, когда мы можем жить при суде Божьем, огне Божьем, Боге, как огонь поедающий, и второе, запас, чтобы мы были, так сказать, сокровища имели. Ну, и еще я одно прочитаю условия, которые, может быть, знаете, мы по-разному можем понять, но условия Божьем есть оно. Книга Исаия, 26 глава, 20 стих, написано так. Пойди, народ мой, пойди в покои твои, запри за собою двери твои, укройся на мгновение, доколе пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых таких. Вот здесь такой, может быть, нам, ну, понять именно как, ну, то, что сегодня, наверное, все только этим заняты, а именно, чем заняты? Карантин сделать, изоляцию сделать, понимаете, что? Но это и хорошо, и плохо, и хорошо, и плохо, чтобы мы забыли. Почему? Потому что в изоляции легко верить или трудно верить? Ну, вот на днях я говорил с одной сестрой, она член Баптистской церкви, она уже, наверное, две или три недели, я не уточни, она в изоляции. А знаете, как в изоляции? Неверующие дети сказали, мама, в собрание ходить нельзя, карантин, будешь сидеть дома. И она сидит, плачет, говорит, ну, кассеты слушаю, там, еще слушаю, понимаете, что? И так далее. Это в Минске, вот в Баптистской церкви, понимаете, так сказали дети неверующие, понимаете, и она говорит, вот так ослабела и так далее. Но с другой стороны, чтобы мы понимали, это Слово Божие, Слово Божие, которое говорит, войди в покой, хотя в покой, это, знаете, ну, добрые отношения с Богом, наедине с Богом, наедине с Богом молитвы в размышлении. И, скажем, это какое-то, ну, я подобные эксперименты делал над самим собой, знаете, и во время отпуска, и во время работы, но я за все мог выдерживать там 4, 5, может быть, 7 дней, не больше. А потом теряется сила, интерес к Слову Божию и к молитве без общения. Поэтому здесь нужно очень осторожно, и, наверное, в каждой церкви есть какие-то программы, и чтобы мы понимали, что кровь Иисуса Христа действует, когда мы в истине и в общении. А если мы не в общении, кровь Иисуса Христа действует или нет? Ну, в первом послании Иоанна написано, если ходим во свете и имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа очищает. А если общения нету, обычно мы, ну, как сказать, сокращается интерес к вере, к Слову Божию и ко всему духовному. И, понимаешь, и одному поддерживать чрезвычайно трудно. И это, может быть, люди, которые, ну, имеют большой-большой запас общения или, скажем, если другим, запас масла. То есть, это комплекс какой-то благодати Божьей. Поэтому, может быть, временно или если и будет какие-то решения церкви или решения, может быть, правительства и так далее. Ну, и здесь я прочитал. Значит, и мы, наверное, сейчас подойдём к молитве. И я хочу прочитать ещё одно обетование. Книга Исход, 23 глава. 25 стих «Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Вот Бог, обещание Божие. Условия «Служите Господу, и Бог благословит хлеб и воду, и не будет преждевременно рождающих бесплодных в земле твоей, и число дней твоих сделаю полным». То есть, вот вы видите здесь «Служите Господу, и Бог благословит обычную пищу, обычную жизнь, обычные условия, так, что не будет. Не будет каких-то болезней, так скажем, для беременных, и для, скажем, и для младенцев, и с другой стороны, и будет благословение продолжительности жизни, благословение полнотою лет жизни. Условия «Служите Господу». Хотя сегодня, знаете, чуть не может быть, если те страны, где вот, знаете, наверное, много есть страны, где служения запрещены, запрещены, и там, конечно, сложнее, пока мы находимся в других условиях, и мне хочется, знаете, нас призвать к молитве, знаете, к такой молитве, Господи, помоги нам служить Тебе, помилуй нас, чтобы у нас не дошло до того, чтобы реальная жизнь потребовала запрещения и богослужений. Понимаете, что? Хотя путь к этому, какой путь к этому? Знаете, чтобы мы понимали, везде и всякому человеку могли говорить одно – покайся, потому что другого спасения от вируса нету и быть не может. И будет он поедать, вот как Содом и Гоморру, истреблены. И имели твёрдость и мужество сказать. А себя проверяли. Могу я жить при огне поедающем? Это значит, когда рядом вокруг коронавирус, и жить такое, что даже если заболеют тысячи и десятки тысяч, а ко мне не приблизиться. И сегодня пост и молитва, Господи, укрепи в этой вере, в этом дерзновении, в этом таком состоянии. Ну и дальше запасаться страхом Господним. Ну и, скажем, все те условия такие человеческие, которые могут приходить, знаете, в каких-то странах издают президенты, значит, в каких-то странах в церкви, ну, дай Бог соблюдать. Хотя я это условие поставил, знаете, на последнем, на последнем месте. На первом месте, знаете, чтобы мы в Боге и на Бога надеялись. И Бог может гарантировать. И Бог может, понимаете, что. Ну и, скажем, разную беспечность тоже оставили. Потому что беспечность – это неправильное. И страх неправильный. А что больше вредно? Одинаково вредно. Но в Боге, вот я прочитал, так сказать, запасались страхом и проверили, могу я жить при огне поедающим или нет. И служили Богу. Служили Богу, верою, надеждою. А Бог сохранит и благословит. И хлеб, и воду, и сохранит. Ну, скажем, вот преждевременное рождение – это значит будущее здоровья детей. Будущее здоровья детей. И сохранит полноту лет жизни. Какая полнота лет жизни? Не, это не полнота. Ну, вот Андрей сказал. Ну, Билли Грейм жил 99 лет. Этот Андрей Прокопчук – это наш белорус, который жил там, в Латинской Америке. 104-105 лет. Ещё 104 года проповедовал. Ну, он отошёл в вечность, ну, года 4 назад. Примерно. Вот я привёл примеры полноты сегодня. Значит, ты полагайся на библейскую полноту. И только на библейскую полноту. И дай Бог. Мы по возможности преклоним колени и будем молиться. Слушай и назидайся. Я не рад. Я не рад. Я рад. Я рад. Продолжение следует...